Вадима Марковича Говоруна Вадима Марковича Говора 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 чего сделать в этой области. И с какого-то момента теломер становится очень коротким, и вы можете видеть различные виды отклонений в хромосоме. Теломераза является очень важным, если вы посмотрите на человека, то только очень небольшое количество тканей имеет и нормальная ткань, деятельность теломераза заканчивается и в нашем теле у нас нет, в нормальной ткани теломераза не проявляет себя никакой активностью. И я должна сказать, что большое количество клеток и в действительности это известно о том, что порядка 90 процентов рака имеет теломеразу как система для поддержания теломеразы. Я также сказал о том, что теломераза является важным, и если происходит мутация, которая уменьшает эту функцию, вы получаете серьезные заболевания и очень быстрый процесс старения. И также с возраста вы можете видеть о том, что теломеры становятся более короткими и это своего рода является маркером старейшего человека. И я должна сказать, что сейчас мы обсуждаем, то ли сама теломераза или длина теломераза, оба являются важными для продолжительности жизни и возраста. И один из очень интересных экспериментов, несколько лет назад был проведен, когда теломераза была экспрессирована в мыши и эта мышка могла жить дольше в том случае, если теломераза была экспрессирована через 1-2 года и все равно могла жить дольше, чем нормальная мышь. То есть теломераза и длина теломераза, она важна, по крайней мере, для долголетия, для продолжительности жизни. И я должен сказать также о том, что теломераза сама по себе или компоненты, комплекс теломераза, они каким-то образом влияют в регулировании процессов, каскадных процессов в клетке, которые отвечают за отделение клетки. И подводя итог этой вступительной части, я бы хотел сказать о том, что следствие теломераза в клетке, как мой коллега сказал, они поражают поведение Джекела и доктора Джекела, мистера Хайда. А то есть теломераза хороша для продолжительности жизни, для здоровья тканей, а с другой стороны, деятельность теломераза очень связана с развитием онкологических заболеваний, с появлением рака в клетках, в которых теломераза активно себя ведет. И это очень специфический объект, который очень интересно изучать, с точки зрения, о которых я уже сейчас упомянула. И, конечно, всегда интересно, когда мы изучаем энзимы, узнать их структуру. Я должен сказать о том, что структурная информация о качестве теломераза очень ограничена. Здесь вы можете увидеть структуру, которая схематического представления теломераза, и вы видите, что она очень такая законсервированная часть, которая очень похожа на реверсивный транскрипт, который имеет такой же домен, и она в то же время имеет терминальную область. И структуру, которую мы сейчас у нас есть, это структура вот этого ядра. Более того, это структура из... Ну, это такой структура одного жука, который живет в пустыне, и не совсем понятно, это часть эволюции, или еще пока не стала теломеразой в нашем... в том понимании, в котором мы видим ее в нашем теле. А структура интерминального домена, это тоже является частью, тоже известно только от целиата. И я должен сказать о том, что метод домена очень важен для различных процессов в организме. Вот пример того, как теломераза может синтезировать различные повторы. Вы видите, вот следы ее здесь, здесь, здесь. И как только мы вводим мутацию, вы можете видеть о том, что количество репитов или повторов уменьшается. И эта структура теломераза, которая была, недавно появилась, при помощи микроскопов высокой разрешимости, это недавно опубликовано. Статья была с структурой низкого разрешения, и всей структурной информации была представлена. И это тот момент, когда это лучшая структура фотографий, изображение теломераза, которое у нас есть. Это структура низкой разрешаемости, которая подразумевает моделирование, и структура различных составных частей, компонентов, которые были получены отдельно из различных организмов. Таким образом, мы решили участвовать в структурных исследованиях. И вот модель, для которой мы выбрали термотролиарную дрожжи, и это специфические. И этот геном этого вещества был секвестирован вместе с Николаем Райвином. Мы смогли идентифицировать каталектические саб-юниты или подразделы, которые были изолированы, и мы могли показать, что он может иметь реверсивные транскрипты, и может работать без теломераза и РНК. Для того, чтобы критализировать этот сам, было достаточно сложно. И поэтому мы решили концентрироваться на вот такой реакции, и для того, чтобы изучить эту структуру, и, может быть, их возможная функция этого домейна. И вы видите вот эту структуру, есть структура, структурная едва, которая относительно стабильная, и два подвижных домейна, которые достаточно важны для функционирования вот этого домейна. Вот кристаллическая структура этого подвижного домейна, и здесь вы можете видеть рекомбинирование этой структуры, и вы видите то, что, я полагаю, это очень хороший пример, там, где структурное ядро этого, вот этого участка, очень хорошо подходит друг к другу, что дает нам подтверждение того, что этот результат является по-настоящему хорошей структурой. Вот сравнение внутреннего домейна, силиата, термофила, и вы можете видеть здесь, что, несмотря на то, что часть структуры достаточно понятна, есть ряд элементов, которые не соответствуют друг другу, не подходят друг к другу, и дают теломеразе специфические функции. А вот модель теломеразы, человеческой теломеразы структуры. И вы можете видеть, что это, между этими частями структуры есть, соответственно, я должна сказать, что, поскольку у нас есть определенная структура, у нас есть возможность исследовать взаимодействие этих, проиннов с различными компонентами теломеразы, и с молекулами, которыми они могут встречаться во время, когда теломераза работает. То есть здесь есть соматическое представление комплекса, где каталистический саб-юнит может быть продолжен, и вы можете увидеть, что вот этот вот домейн может встречаться с ДНК, ДРНК и такой вот разветвленной структурой. И мы решили использовать эту систему для того, чтобы увидеть, может ли эта молекула сочетаться, комбинироваться с домейном. А мы видите вот эти связи, которые есть с ДНК, которые находятся в специфическом положении. Внутри этого протеина, и они достаточно четко сочетаются, и то же самое положение было найдено в гибриде ДНК и РНК. И более интересны были результаты вот с этим, разветвленной структурой, которую мы называем форк, вилка. И вот это вот разветвление, также вы видите две стороны связывания. Одно, которое было найдено для РНА и на РНК, а второе специфическое только для этой структуры, а не для других молекул. И на основе этого мы предложили, что это может иметь функции в процессе целой энергии. То есть вы видите вот эту самую точку, где РНК и ДНК должны быть разделены. И мы предложили, что это играет еще спецопределенную роль, тогда, когда теломираза синтез повторяется, и в какой-то момент оно достигнет вот этого домена. И в этом контексте РНК и ДНК могут быть разделены от доплекса. И в этом случае они достаточно легко разорвать это взаимодействие и сделать транслокацию. И это объясняет, почему теломираза настолько эффективна в транслокации и может синтезироваться и многократно повторять во множественном количестве циклов. И, конечно же, структуру РНК участвует в создании вот этого дополнительного напряжения, когда реакция закачивается, и тогда, когда этот темплейт синтезирует. Я должен сказать о том, что это не уникальная черта для теломираза. Если вы посмотрите на РНК полимераза 2, вы можете увидеть, что она имеет похожие домен-выртые протеины, которые также действуют, как точка, в которой разделяются два стренда. И я должен сказать о том, что это дрожжи, которые, несмотря на то, что там были стабильные протеины, там даже были и другие, и мы надеемся, что мы можем сейчас показать это на картинке. И я должен сказать, что эти дрожжи, они эволюционно отличаются от других, которые были раньше, и это открывает для нас другую необычную черту. И получилось, что тем планет этой теломиразе есть обычный нуклеотид, который не соответствует теломерной последовательности. И к нашему удивлению, когда мы смотрели инвитро, этот процесс, последним шагом мы увидели о том, что теломираза может представлять этот неколембинтарный нуклеотид. Что это означает? Оказалось, что если вы используете только вот этот темплейт, он не может быть продолжен. Вот для инвитроэксперимента это нормальный темплейт, а это другой. То есть внедрение вот этого нуклеотида становится, а что с ними случается? Является ли это результатом какого-то инвитроэксперимента, или на самом деле эти дрожжи используются инвива. И опять-таки мы вместе с Николаем Райвиным мы синтезировали это была работа двух молодых людей в лаборатории Елена Смекалова и Александра Малявка, которые проделали всю эту работу и они обнаружили о том, что в конечном итоге в 90% слушают окончание теломера и для того, чтобы проверить, есть ли эта биологическая активность, а они, конечно, следили процесс мутации и вот видите вот это нормальный теломер и вы видите очень нестабильный теломер, который был непредсказуемой длины. Естественно, если мы будем вводить соответствующие теломеры в близлежащее положение, мы тут явно способны видеть рядом с стабильных красивых теломер, как минимум в этом организме и в данном организме имеется возможность у теломер разы принимать участие в регулировании самой длинной теломеры, как минимум она переключается из одного режима в другой, в котором дополнительный некомплементарный нуклеотид таким образом останавливает удлинение теломеры. И вот это оказывается важным, это является очень важным для конкретной теломеры этого тренда. Но то же самое может использоваться и другими для вопросов переключения процессив, в непроцессиве, в непроцессионный режим функционирования. Также хорошо известно, что теломер разы нравится, предпочитает удлинять самую короткую теломер 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 разу. Соответственно, необходимо определить, какая самая короткая и самая короткая является результатом предыдущего раунда. Удлинение не содержит и она определяется как первая, поскольку она уже доступна для удлинения. Ну и еще одна интересная характеристика лучей данной дрожжи, дрожжи как клондейк. Мы видим, как что во многих дрожжах РАП-1 является ведущим белком, который защищает теломеру и делает контакт с двухстрендовым регионом теломеры в данном виде дрожжи два таких протеина для особенный тип метеоатрофейческих дрожжей. Господин Александр Малявка, основной специалист, выполнивший эту работу, он задался, почему такие РАП-1 и РАП-1 А и Б связываются. РАП-1 связывается с субтиломерой, РАП-1 связывается с теломерой. Оба РАП-1 они очень важны, это доказано, но только один из них важен для поддержания длины теломеры, что более интересно заключается в том, что он обнаружил, что последовательности, которые определяются белками, отличаются друг от друга незначительно, но имеют разные предпочтения последовательности, которые были выявлены в промоутерах хромосом генов. Вот эта связь, сейчас данная работа продолжается, нам кажется, что это также является очень интересной характеристикой данного конкретного вида дрожжей, это резюм, дрожжей, резюмируется, вот это метеотрофически, у него два РАПа, РАП-1А и РАП-1Б, РАП-1Б взаимодействует с теломерой, РАП-1А локализован в субтиломерном регионе, это регулирование каналов в случае метеотрофных дрожжей, ну и как я уже упоминал, теломераза активно в случае большого количества раков многие лаборатории изучают ищут разные ингибиторы теломераз, потенциальные антираковые, противораковые лекарства, мы также стараемся проводить работу, хотелось бы обратить внимание на данные субстанции, обнаруженные Марии Зверевой и Александром Мажугой, хороший ингибитор теломераза, но убирает не только соответственно ингибирование теломераза, но и вред соответствующий убирается, поэтому сейчас проходят клинические исследования, хотелось бы также упомянуть и другой подход, который позволяет использование олигонуклеотидов для ингибирования соответствующей группировки с ассамблей теломераз. Очень важно взаимодействие с каталитическими подъедницей, когда вы включаете один из олигонуклеотидов, она не имеет достаточно сильного эффекта на олигонуклеотиды. Опять-таки, господин Мария Зверева и в данном случае Тимофей Зацепин предложили использовать соответствующие химеры олигонуклеотиды, комплементарные двух регионов РНК, способны комбинироваться с химическим связывающим линкером. Таким образом, значительно улучшается связывание и влияет на соответствующую структуру ассамблей. Вы видите IC50 и Vivo достаточно низкий, самый низший показатель IC50 доступный в литературе и используя специфические подходы, они смогли действительно показать, что это влияет на сборку, не влияя на другие функции саламиразы. В самом конце я хотел обратить ваше внимание на работу, выполненную Марией Рубцовой и ее студентами Дарьей Васильковой и Юлией Нарай. Вчера представляла эту работу в своем выступлении в секции по омиксам. В детали углубляться не буду, просто упомяну эту прекрасную работу. Ну и поскольку мне уже довелось упомянуть, что важно с телами разы в РНК, соответственно, очень важно и понимать, как она выражается и проводится процессинг. Они заинтересовались этим процессом, обнаружили, что тут разные комплексы могут принимать участие в экспрессии, процессинге человеческого РНК. Они обнаружили, что в зависимости от используемого промоутера процессинга либо происходит, либо не происходит. Если вы используете промоутер специфический к мессенджеру РНК, тогда вы видите, они использовали специфическую структуру. Если имеется процессинг, то флуоресцентность незаметна. Если процессинг не происходит, тогда флуоресцентность очень сильная. Соответственно, если промоутер мессенджера РНК, вы видите флуоресцентность но не видите процесс но если это это промоутер истилами разы рынка или ее один ник покрывающий интервал видеть отсут наличие процессинга это довольно интересное выявление того что зависимости от промоутера консистентность окончания очень высокая они обнаружили что это является комплексом интегратором взаимодействующим рнк 2 в зависимости от промоутера именно данный комплекс позволяет и рнк теломеразы пройти корректный мы обработка процессинга соответствии с разными интеграторами подразделениями именно это определяет судебу на флами раз рнк на что особенно интересно и мари эмаша и юлия а юлия обнаружили теломеразы рнк которые не покрыты функции нам может находиться не только в ядре но также может и переноситься в цитоплазму значительный объем целомеразного рнк расположены именно в цитоплазме уровне цитоплазмы тут не необходимо также обратить ваше внимание на то что теломеразный рнк стабильно проявляется большинстве клеток в отличие от литической подре единицы которая проявляется в очень ограниченном количестве случаев теломеразный рнк однако проявляется в большинстве случаев практически во всех тканях нашего организма почему это так мария рубцова и юлия нарекин исследовали что же не так силами разным рнк и обнаружили что и имеется соответствующий фрейм они были достаточно смелые для того чтобы исследовать это и обнаружить что на самом деле тут и определенный белок который проявляется в ней покрыты теме разного рнк использовали разные подходы для того чтобы это доказать необходимо упомянуть тут вадима говорна который помог им помог в этом используем аспектрометрии для того чтобы выявить конкретный пептид из этого белка в клетке и получилось довольно таки интересное наблюдение что данный белок он экспрессирует и идут дальше увидим что выражение данная белка не самой теме разы рнк помогает клеткам выживать и в случае воздействия лекарственным агентом видите когда дикий тип метеомиразы клетка выживает хорошо если используем какие-то мутантные типы теломиразы рнк к тем разы рнк выживает убивает протеи белл убивает считается белок если двигаемся дальше на первом этапе исследования они обнаружили что данный белок каким тем другим образом влечен в созревание lc3 протеина лфа гасо естественно это лишь первые начальные этапы данной работы необходимо упомянуть всех людей которых я частично уже упоминал в случае моего доклада а также наших партнеров которые здесь перечислил итак господа у нас как минимум на два вопроса есть время и тогда пожалуйста рик вы опубликовали то что мрмк рнк который используется силами разы инкадир инкадир кодируется белкомом случае реакции знает ли это не сплайсинговый в данном случае эти гена но как минимум несколько версий может наблюдаться причем потому что это теломиразный рнк сама по себе короткая версия рекурсором подлиннее когда мы посмотрим на гель белком и видим эту другую версию похоже что оба процессные теломираза рынка и прекурсор являя могут являться шаблонами темплетами для синтеза и могут иметь огромное количество модификации которые нам пока неизвестны борис пожалуйста вы прекрасное вступление возможно упустил вот это мир разная рынка который располагается в в ядерной зоне и в цито это одно и то же одна и то же рынка расположена в ядре и в цитоплазме и было необычно обнаружить его в цитоплазме особенно щебелок обнаружить белок видео но необходимо же быть убежденным в том что это в цитоплазм попало для того чтобы можно было транслировать они провели эксперимент сепарировали экстракт и доказали что это хорошая сепарация и про и сплайс рнк остался в ядерной части и не попал мне попадается до плазма в цвета плазме только не с они сплайсинговые в ядре темы разные рынка не доказали что это действительно хорошая сепарация между ядром и цитоплазма и обнаружили что большое количество остается в ядре ну значит значимое количество и проникает оказывается в цитоплазме ну а также большое количество профилей и рибозомных и из этих рибозомных профилей получен ряд необычные данные которым люди не обращают внимание это опять таки стимулирует нас их должна попытаться увидеть можно ли этот белковый пептид синтезировать и хотелось бы отметить то что публиковать этот дать отчет был с было сложно причем потому что коллеги которые проводили критический анализ требовали от нас серьезные доказательства мы провели энное количество серьезных экспериментов включая масс спектрометрии для того чтобы увидеть соответствующий белок но и функции я лишь начало исследоваться я считаю что причина по которой причина для выражения теомиразная рнк и заключается в функции данных если позволите я тоже хотел бы задать вопрос ольга данный механизм он однозначно более судя по всему с более сложный чем был представлен вы упомянули о том что транскрипции мне вопрос какая связь теломираза с другими комплексами вы рассматриваете важные для реализации подобной деятельности известно что теомиразная каталитическая подраздел принимает участие в контроле лучших каналов передачи это не ключевой регулятор но важный если вы активизируете теломиразу то он начинает активизировать соответствующие каскады и иногда клетка получает возможность делиться другими словами тут достаточно опасно и наблюдать постоянно экспрессе теломираз но вот это в случае человеческих клеток в мыши в мышах а в в случае голого землекопа по-другому во всех тканях и выживая не наблюдает большого криста рак мы не знакомы с регуляцией теломиразы в связи с раком возможно тут еще немало предстоит продолжить исследовать и да хорошо позволю еще один вопрос спасибо большое за очень интересный доклад у меня вопрос о каким образом теломираза высчитывает количество повторов еще один такой таинственный вопрос но есть ряд серий у нас как минимум есть данные по нашим дрожжам что есть какой-то конкретный протеин который объединяет двухстрендовые однострендные регионы и тут наблюдается кооперативное связывание и в какой-то момент начинает конкурировать с теломиразой и как только конкурировать тут возможно удаление теломиразы опять-таки это один из за путей регулирования возможно многие другие имеются но вот что касается этих данных которые мы имеем случае это их дрожжи ну хорошо все и самый-самый последний большое спасибо ольга очень хорошая презентация достаточно сложное исследование теломираз мне очень нравится модель теломир повторного синтеза того что система подвергается влиянию что на слайдбэк для того чтобы реализовать данный повтор что об этом известно известно благодаря футпринтингу инвиву что длина дуплекса продал постоянно постоянно она может быть разные в случае разных организмов но и она не может удлиниться более чем на 7 нуклеотидов и это дает объяснение того как это происходит также известно что мутации в данном доме не приводит к утрате процессе процессе нг теломиразы подобное интер взаимодействие подсказывает о том что тут определенная модель может использование вашего пенсия в так далее да да это хороший метода но это мне напоминает другую систему где используется трансляционный байпасинга доста другой крупный микромолекулярный комплекс правой ход тонко регулируется особыми характеристиками булавки соответственно это настраивает на то что весь механизм определенным образом начинал себя вести ну да возможно огромный объем данных говорят о том что это происходит фрэнг и так далее но молекулярных методов нет вот эта первая структура первый контекст который будет идентифицирован в случае данного подраздела это были первые данные но однозначно тут есть чего-то чего еще представить спасибо а а